Здравствуйте, дорогие друзья! Я вместе с вами хочу продолжать молиться, а значит, благодарить Бога, что по велению бодрствующих определено, по приговору святых назначено, и то, что мы с вами делаем, это на самом деле утверждает Божью волю. Не мы творим свою волю и говорим Богу, что делать, а Он говорит нам, а мы озвучиваем, как это было с Ильей, когда Бог ему сказал закрыть небо, и Он закрыл, сказал открыть, и Он открыл. И вот я хочу сейчас утвердить планы неба над землей и над жителями земли вместе с вами, независимо от того, как мы это видим, независимо от того, как мы это чувствуем, но я точно знаю, что у Бога есть намерение, и Он его не собирается отменять. Он хочет довести начатое все, что начал до конца. И потому Исайя, 14 глава, склятывая, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как определил, так и состоится. «Чтобы сокрушить Асура в земле моей, растоптать его на горах моих, и спадет с них Ермо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о всей земле. И вот рука простерта на все народы». Посмотрите, здесь идет речь о всей земле. У Бога есть намерение о всей земле. «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» Поэтому сегодня я хочу вместе с вами молиться, не говоря Богу, что делать, а сказать, Господи, мы просто соглашаемся с Твоим намерением. Мы соглашаемся с Твоим планом, знаем мы его только отчасти, видим те перспективы, которые Ты указал нам на будущие дни через книгу «Откровения», но просим, чтобы Ты действительно свои намерения довел до результата. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя, что мы можем об этом молиться сейчас. Мы ходатайствуем подобно, как это делал Авраам, и знаем, что Ты Бог милующий, что Ты любишь миловать, и неужели Ты погубишь праведных с нечестивыми, но в то же время я знаю, Господи, что у Тебя гораздо больше человеколюбия, чем в наших сердцах. Поэтому именно к такому благому Богу мы говорим, Господи, все, что Ты наметил, осуществи, чтобы зло мирового масштаба, оно теряло основание, чтобы все то, что уже было выстроено, казалось бы в одну структуру, чтобы оно падало и падало. Но Твое поднималось и поднималось, потому что Ты сказал, что камень, который оторвался от скалы, без содействия рук человеческих ударил и стукана по ногам. И вот об этом исходе мы Тебя просим. Мы благодарим Тебя, что Твое намерение никто не остановит. И потому, Господи, мы взываем к такому Богу, который управляет всей вселенной, а тем более планеты Земля и всем, что здесь происходит. Поэтому благословляем Тебя, чтобы Ты свои клятвы исполнил до конца, дав милость народу Твоему, благословив нас миром и Твоим убежищем, Твоим покровом и Твоей защитой, Твоим избавлением и Твоими возможностями ангельского присутствия в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, я предлагаю вам 28 апреля вместе совершить, опять же, часовой прямой эфир в молитве за все предыдущие темы. И мы утвердим то, что мы с вами делали, передавая эстафету дальше. Поэтому жду вас на прямом эфире 28 апреля в 19.00. Всего доброго. Благословляю. Молиться дальше. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»